Денис, приветствую тебя. Привет. Очередной эфир. Удалось мне снова добиться твоего внимания именно к рыночной ситуации. Твоя оценка всегда интересна, твой взгляд именно на технические анализы и тот способ, который ты пропагандируешь. В общем, в комментариях очень много лестных отзывов, поэтому спасибо тебе большое, что снова смог на все время подключиться. Ну что, сегодня мы, я предлагаю обратить внимание на индекс доллара, потому что бакс действительно сегодня, так же, как и под конец вчерашней торговой сессии, показывает очень интересную динамику, активно снижается. То есть, платильность на рынках выросла, и опять же, это все следствие того насыщенного фону, с которым мы, как трейдеры, спекулянты, инвесторы, столкнулись. Данные по инфляции, протоколы, это все новостной фон вчерашнего дня, и сегодня мы продолжаем работать с его последствиями. Опять же, чтобы немного со своей стороны фундамент озвучил, данные по инфляции, которые вышли вчера по Штатам, честно говоря, именно рост индекса потребительских цен как в месячном выражении, так и в годовом, это та статистическая база, на которой можно было бы отстроить идею того, что у ФРС будет больше аргументов под конец этого года начать сворачивать программу количественного смягчения. И по идее бы, вот на вот этом росте инфляции логично было бы вчера наблюдать за укреплением позиций доллара, потому что чем больше шансов все-таки дождаться корректировки программы количественного смягчения, тем больше шансов у баксов и прочие свои позиции. Но почему этого не произошло? Это очень хороший вопрос. Опять же, я могу сделать вывод, что может быть, вот во всем многообразии под индексов по инфляции, которые вышли вчера, трейдеры, может быть, сделали больше акцент на базовую инфляцию, которую не учитывают цены на энергоносители. Конечно же, основная инфляция – это вклад в продукты питания и цены на нефть. И логично, что из-за последнего роста на рынке нефти инфляция достигла новых многолетних максимумов. Однако вот базовая инфляция, которая не учитывает эти волатильные компоненты, она осталась на тех же значениях, что и месяц назад, в районе 4%. И, вероятно, этого оказалось достаточно для тех, кто тоже задумывается о перспективах американской монетарной политики, а не будет ли при той же инфляции уместнее обратить внимание все-таки на слабый рынок труда США после последних монфарм-пэрлс. И вот на основании этого уже строится свою позицию, что доллар вряд ли продолжит на текущем новостном фоне расти выше 94.50. И я думаю, что с такой точки зрения, согласно американские трейдеры, потому что десятилетки что вчера, что сегодня фоне снижаются. Максимум ранее мы видели 1.6%, и сейчас они уже 1.55%. Давай к демонстрации экрана. Кажется, индекс доллара у меня открыт. Давай. 93.89, друзья, уже сейчас по индексу пробой поддержки в 94 состоялся. И пока что индекс ушел в коридор 94.50-93.50. Мы не раз уже видели, как он топчется, в нем походит. Но сам факт снижения сейчас доллара мне лично очень приятен, потому что я долгосрочный продавец доллара. Я всегда был предан идее того, что пока сам ФРС не окажется от мягкоэкономической политики, доллар не развернется. И в данный момент времени полагаю, что вот этим локальным трендом нужно пользоваться. А снижение доллара тут же привело к тому, что резко выросло все, что имеет отношение к риску. Ранее я активно топил за идею снижения курса европейской валюты, краткосрочная динамика была с целями. Сначала 1.16.50, 1.16, и потом уже в порядке жадности, а почему бы нет, замахнулся на уровне 1.15. Ну вот пытался, опять же, лагерь трейдеров, педавцов евро добраться до отметки 1.15, но вот лоу были сначала 6 октября 1.15.28, и вот фактически ранее 1.15.22. Но ниже мы не прошли. Сейчас евро развернулся, я думаю, что возможно вот этот отскок уже продолжится дальше, чтобы не испытывать судьбу. Рекомендую евро, кто шарфил ранее, уже продажи закрывать. И если не хотите одновременно работать с двумя инструментами, между которыми 100% переляция индекса доллара и евро, то тогда выберите что-нибудь одно для себя. Либо именно долгосрочное снижение курса доллара, либо сейчас рассрочные покупки евро против американцев с целями 1.16.50, 1.17. Интереснее выглядит пара доллар-канадец. Здесь мощный нисходящий тренд. Причем уже если немного посмотреть назад, на середину прошлого месяца, то есть за месяц пара свалилась уже на полтысячи пунктов. Это круто. Денис, ты на связи? Да-да-да. Отлично, то зависит от картинка. Очень мощное нисходящее движение, которое, судя по всему, будет продолжено. Ранее я рекомендовал шарфить пару долларов-канадец с целями 1.22 и также стоит прислушаться к рекомендациям Банков Америка и Сити ставить снижение в районе отметки 1.20. Но раньше аргумент был, потому что нефть растет. Конечно же, при снижении, точнее, при росте нефти это положительным образом влияет на канадскую экспортно-ориентированную экономику. Сейчас еще, помимо того, что нефть остается на максимуме, еще и доллар помогает своей слабостью. И вот опять же, этот четырехчасовой таймфрейм у меня, текущая свеча, доказывает то, что рынок продолжает выносить тех, кто ставил на покупки этого дуэта финансовых активов. Поэтому, друзья, как бы это ни было рискованно сейчас, промечу, может быть, продавать с текущих уровней. Но я думаю, что иногда стоит рисковать, особенно, когда развивается такой устойчивый нисходящий тренд. И как раз ориентироваться на те цели, которые я только что обозначил. Денис, слово тебе. Хорошо, как раз. Ты можешь потушить картинку, я понимаю, что могут возникнуть все трудности с соединением. Я сейчас попробую, да, потому что тут с инетом вот как раз на связи общаюсь, совсем беда, буду решать. Так, хорошо, как мне сейчас видно? Видно и тебя, видно и график. Надеюсь, вытянет. В общем, по индексу доллара я с тобой полностью согласен. У меня точно так же, я вчера и на открытом канале делал по нему тоже анализ на снижение. Единственное, только не исключительно, что могут и через перехай пойти, но тоже на снижение. То есть при любом абсолютно раскладе я здесь вижу исключительно только снижение по индексу. То есть такое хорошее падение хотя бы в район примерно 91,5-92. То есть это как самая-самая первая цель. Вот, и сейчас вот потихоньку начинают уже закруглять. Ну, еще раз здесь напомню, что не исключаю попытку, если еще раз попытается там сделать ценовой выброс где-то на 94,70, ну, максимум 95. Выше я, честно, совсем никак не вижу, потому что, ну, как-то странненько, что даже этот экстремум не смогли пробить. Весьма странно. Ну, опять-таки, этот рынок могут по-всякому двигаться, но полностью с тобой согласен. То есть стратегически здесь даже сама по себе структура выглядит исключительно только на снижение. Потом по поводу евро. Евро, естественно, антипод, поэтому движется в противовес. Зеркальное абсолютно отображение относительно индекса бакса. И здесь самое важное, это если евро сможет закрепиться где-то в районе 1,1630, ну, лучше даже 1,1640, если даст такое закрепление, тогда мы будем работать с паттерном перепозиционирования, оно уже перекрытие сегмента и движение. Основное приоритетное будет направлено вверх, то есть как минимум на 1,17. Это будет как самая первая, самая ближайшая цель. То есть вот это еще старый, у нас вот он откуда взят, это стратегический уровень, как раз он будет являться как целевым. Если это сделают, то комбинация будет классно расторгованная и долгосрочные там цели до конца года вообще получаются в район чуть ли не 1,23, вот примерно в тех краях. То есть то, о чем я говорил еще давным-давно, что общая такая долгосрочная коррекция, которая затянулась на весь 21 год, она как раз подходит к своему логическому завершению. И то, на самом деле, даже чудом, что цена смогла до 1,15 пробиться вниз, могла закончиться еще в районе вот здесь. То есть я, в принципе, рассчитывал, что еще вот здесь закончится. Но так как последний вот такой вот импульс вниз дали, то на его окончании как раз вот такими зигзагообразными движениями буду смотреть на хороший откуп. Ну, это как раз очень логично сходится с дневным графиком по индексу доллара. А вот что касается канадского доллара, вот здесь вот у меня, на самом деле, есть к нему очень-очень большой вопросик. Дело в том, что с точки зрения техники, в принципе, у нас здесь есть неплохая расторгованная комбинация, действительно, шортовая именно по технике. То есть если смотреть, у нас вот такая среднесрочная коррекция была сделана, которая началась еще с июня месяца, там даже как технику, какую технику не проводить, здесь в любом случае указывает все на то, что она закончилась. Да, есть такой момент. Но меня очень сильно смущают просто огромнейшие акционы, интерес крупняка в плане роста пары. То есть это, получается, у нас путы для фючея, и они же являются вот в перевернутом виде, показаны как полы для спота, и находятся они в районе 1,40, это самое ближайшее. Вот эта штука меня немножко смущает на самом деле, потому что либо это как часть спредовых позиций у нас находится вверху и используется как хедж, или же это больше долгосрочный характер, то есть перспективы до конца года в виде такого роста. Вот этого, честно, пока я не знаю. И меня эта штука очень сильно смущает на самом деле. Потому что краткосрок я действительно вижу полностью согласен с тем, что здесь падающая формация. Единственное, только вот зашли в область поддержки. То есть эта поддержка среди двух стратегически важных уровней сделана, и с нее, в принципе, могут нас небольшую коррекцию вот такую дать, где-то вот в эту область, а потом снова уйти дальше вниз. То есть что-то наподобие вот такой вот комбинации расторговать ниже уже к границе расширенного канала, наподобие вот такого движения. Единственный вопрос, будет ли сделана вот эта коррекция. Потому что в область классную зашли, осталось только лишь дождаться, смогут ли нам что-то там показать интересное и сделать. Поэтому здесь я пока еще на этот вопрос ответить не готов. Это уже нужно только по факту смотреть. То есть если там кульминация появится или еще что-нибудь. Потому что пока что на данный момент этого еще нет. Плюс кумулятивы у нас также агрессивно положительные, что означает, что цена с большей долей вероятности, даже после внутренней коррекции сможет продолжить свое падение. Ну, либо же от профиля ту же самую комбинацию вниз могут расторговать. То есть приблизительно вот в таком виде. То есть либо от первой части, либо максимум, это вот более длительное накопление, вот сюда могут попытаться уже эту расторговку сделать. Так что, в принципе, я с тобой согласен. По Канаде только через коррекцию. И в уме нужно держать еще момент, что есть огромный реально просто колоссальный открытый интерес по опционам в рост в районе вообще там под 1,40. Но это могут быть перспективы на конец года. Ну, а в остальном, как бы, такая вот картина. И по индексу баксов у нас хорошее снижение реально просматривается. Какие очень неплохие перспективы роста по евро. Только обязательно нужно закрепление. Желательно в районе 1,16-40 по четырехчасовому тайму. Это тогда будет полноценный паттерн перекрытия. Денис, спасибо тебе за твой взгляд. Очень детальную техническую картину. Ну, давай тогда посмотрим, смогут ли продавцы все-таки сохранить инициативу у себя. Доллары, я имею в виду. И так они лихо начали вчера. Посмотрим, где будут под конец этой недели. И как точнутся на следующую. Пока действительно тенденция нисходящая, которая по доллару способствует локальному интересу к риску. Также, друзья, не забывайте. Возможно, вы торгуете фондовым рынком, например, еще новозеландцы, австралийцы. То есть эти инструменты по аналогии с прочим риском могут также показать локальную подходящую динамику. Смотрите на уровни за новостным фоном. Пока что все располагает текущим трендом и тенденцией. Денис, спасибо тебе за твою точку зрения, за то, что нашел время. Тебе хорошего закрытия недели и классных выходных. И до следующих встреч. Спасибо, тебе тоже отличных выходных. И до скорых встреч. Надеюсь, уже с лучшими на этом. Тотик. Пока. Пока-пока.